Ведь когда мы говорим о геополитическом противостоянии между странами, о желании Соединенных Штатов хаотизировать территорию Украины, чтобы перекинуть этот хаос на территорию России, то это такие глобальные большие понятия. Мне хотелось бы сегодня дать небольшое пояснение в некой приземленной экономической плоскости. Значит, что на самом деле интересует американцев на Украине? Что интересует на Украине патриотов Украины и Россию в первую очередь? Я бы назвал это три приза Украины. То есть три основные вещи, которые интересуют геополитических игроков на территории Украины. Итак, первое и самое важное, это, безусловно, база российского флота в Крыму. Если посмотреть на карту, если изучать историю, мы увидим, что Крым имеет стратегически важное значение. Именно поэтому борьба за Крым происходила достаточно долго, после чего в 1783 году он был присоединен к России и через некоторое время были произведены попытки отыграть ситуацию обратно. Мы сейчас об этом много не говорим, мы больше знаем о вторжении Наполеона в 1812 году, а ведь те же самые герои борьбы с французами, с Наполеоном, они же действовали и в Крыму. Я просто напомню несколько фактов. Михаил Илларионович Кутузов именно в Крыму потерял свой глаз, он там получил тяжелое ранение. Именно в Крыму действовал молодой Багратион, в Крыму действовал Суворов. То есть те же самые герои, они совсем недавно присоединяли Крым. Проходит какое-то количество времени, и мы видим, что происходит Крымская война. Тогда ее называли Восточную, когда она происходила. Англия, Франция, Турция пытаются оторвать Крым, вытащить Крым из зоны влияния России. Уже тогда это стратегическое положение Крымского полуострова прекрасно понималось, и за него шла борьба. Во время Великой Отечественной войны там шла схватка. Во время Гражданской войны тоже происходили определенные события. То есть Крым это самое важное, что сегодня есть на Украине. Это номер один, приз номер один. И этот приз Россия в сегодняшнем виде уже забрала. Забрала, вернула. Произошло воссоединение Крыма и России. Что еще интересует геополитических игроков в Крыму? Вторым украинским призом является газотранспортная система Украины. То есть, грубо говоря, труба. Через нее наш российский газ поставляется в Европу. Мы помним с вами так называемые газовые скандалы, когда еще Тимошенко руководила Украиной, когда Украина искусственно заблокировала экспорт нашего газа через свою территорию в Европу. То есть, труба Украины и ее газораспределительная система это серьезный элемент оказания давления на Россию. Так что это приз номер два. Мы говорим о тех трех призах, которые есть на Украине, а не в Крыму. Просто Крым это один из трех призов. И нахождение там флота, база российского флота, это важнейшее место. Но нужно понимать, что если российский флот уйдет, там появится обязательно другой флот. То есть, это стратегическая точка, не только потому, что там российские корабли находятся, это стратегическая точка в силу географических особенностей. И там должен находиться флот той страны, которая хочет контролировать Черное море и вообще доминировать в этом регионе. Первый приз – Крым. Второй приз – труба, газово-распределительная система Украины. И, наконец, третий приз – это те промышленные регионы, районы Украины, которые сосредоточены в основном на Юго-Востоке. Донецк, Харьков, металлургия, шахтеры, уголь. Вот эти все ресурсы, эти заводы, которые начали строиться еще в царское время и которые были очень сильно развиты в советское время. Вот это третий важный приз Украины. Поэтому, когда американцы влезают на Украину, то они хотят взять под контроль вот эти три стратегически важные для них вещи. Контроль над всей территорией Украины для них важен как средство контроля Крыма, трубы и промышленных районов Юго-Востока. Теперь смотрим, что сейчас происходит на Украине. Как мы с вами уже обсудили, Крым воссоединился с Россией. Это значит, что воспользовавшись тем хаосом и государственным переворотом, который начали американцы, их оплачиваемые агенты на Украине, Россия вернула то, что когда-то в силу дурости и предательства Хрущев совершил во время своего правления. Значит, один приз от Запада уже ушел. Что касается трубы, то сегодня, обратите внимание на новостную ленту, мы с вами увидим усиление контактов России с Китаем. Потому что результатом нивелирования важности украинской трубы, а точнее причиной нивелирования важности украинской трубы, может стать расширение партнерства с Китаем. Сегодня мы поставляем в Европу газ. Дальше давайте пофантазируем. Санкции, какие-нибудь отмороженные боевики взрывают газопровод, какие-то нарушения там разрушают его. Россия говорит, ну да, это очень жаль, но мы весь объем газа, который продаем в Европу, мы сейчас продадим нашим китайским партнерам. Продадим на восток. И таким образом труба, она теряет свою ценность. Поэтому для того, чтобы выбить у американцев этот козырь, контроль над трубой, мы должны интенсифицировать контакты с Китаем, которые сегодня происходят. Таким образом, два приза украинских уже для Америки перестают быть либо достижимыми, либо теряют свой смысл. Наконец мы переходим к самому важному третьему пункту. Это Донецк, это Харьков, это заводы, это промышленность Украины. Вот сейчас именно вокруг этого удивительным делом и разворачивается борьба. Именно в этих регионах сейчас будет решаться дальнейшая судьба Украины. И здесь дело вот в чем. Я уже писал неоднократно, хочу повторить еще раз, потому что получаю очень много писем с юго-востока Украины. Что нам делать, как нам быть в этой ситуации? Это очень простой механизм действий. Народ Украины должен сплотиться вокруг легитимных органов власти, помочь их сформировать, если они не до конца осознают важность своего функционирования. И вот эти легитимные органы власти, должны обратившись к легитимному президенту Украины Януковичу, изменить ситуацию, которая сегодня складывается из-за того, что в Киеве находится абсолютно нелегитимное правительство, полностью растоптавшее украинскую конституцию. И здесь хотелось бы отметить еще один важный факт. Смотрите. Американцы вкачали огромные деньги в ситуацию на Украине. Раскачивали ее, финансировали боевиков, правозащитников, независимых журналистов, оплачивали деятельность телеканалов, давая определенные преференции олигархам. Все это они делали. Но они ведь хотят какие-то конкретные итоги получить. Но в результате вкачивания этих 5 миллиардов, как сегодня, знаете, рисуют демотиваторы в интернете. Америка заплатила 5 миллиардов за то, чтобы Крым воссоединился с Россией. Юмор в этом демотиваторе блестящий. Но ситуация должна быть именно такова. Потому что Запад не будет терзать Украину дальше, если он не сможет получить те призы, которые он должен получить. Если в результате самоорганизации народа Юго-Востока Украины произойдет федерализация Украины, будут приняты определенные законодательные акты, и Америка поймет, что она не сможет установить контроль над промышленными районами Украины, то Украина целиком потеряет для Запада смысл. Вот в чем дело. То есть если граждане Украины хотят, чтобы Америка отвязалась от Украины, они должны сегодня именно на Юго-Востоке объединиться и совершить целый ряд, подчеркиваю, легитимных поступков. И тогда у Америки складывается очень печальная ситуация. Крым отошел к России, воссоединился. Шантаж насчет газовой трубы не работает, потому что Россия с Китаем расширяет партнерство. Промышленные районы Юго-Востока Украины тоже невозможно контролировать через вот эту нелегитимную киевскую власть. Вопрос, а что тогда Америка, Запад может контролировать на Украине? Ну, она может контролировать Западную Украину. Она может центральные районы, Киев контролировать. Но она несет колоссальные расходы на социальные выплаты. Она должна финансировать распадающуюся украинскую экономику. Она должна нести колоссальные траты, не получая тех выгод, ради чего Америка все это дело затевала. То есть через некоторое время им надо либо будет постоянно финансировать, 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 без какой-либо выгоды, либо просто уйти оттуда. Давайте зададим себе вопрос. Наши американские, европейские партнеры, первое, они что-нибудь делают без выгоды для себя? Никогда ничего не делают. Второе, есть ли у них неограниченные финансовые ресурсы, чтобы как в бочку закидывать туда? Знаете, как в колодец воду выливать, не черпая ничего обратно, просто выливать и выливать, выливать и выливать. Такой вот сизифов труд. Нет у них сегодня этих возможностей, несмотря на то, что у них эмиссия бесконечна. Они испытывают серьезные сложности. Поэтому сегодня жители юго-восточных районов Украины, они могут вообще сделать Украину для Запада неинтересной.